Делое слово, давайте теперь поговорим к режиссеру программы, с теми запасами. Здравствуйте. Я думаю, наверное, что сейчас проявило мне начинать, потому что здесь есть лектор, цирковый, руководитель государственной цифровой компании, которая сейчас предполагает. И Санкт-Петербургский цирк государственный. Давайте с вами. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, очень приятного приветствия Александра в Санкт-Петербургской цирке. Спасибо. 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 Мне очень приятно, что та работа, которую сделал цирк на проспекте Вернадского, и эта работа с огромным успехом прошла на столичной площадке сегодня, приехала в Санкт-Петербург. И это, так сказать, очередная наша логика показывает самую лучшую программу, которая создаётся в России. Я надеюсь, что из дальнейшей зарубежной спектакли и вездосмены будут показывать на этой очень гостевременной, очень милой площадке. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это моя выступительное слово, но я думаю, что наиболее комно и наиболее развернуто расскажут и участники этой спектакли, и автор. Спасибо вам большое. Ну, я, наверное, могу теперь продолжить с вашего позволения. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь, и что вы помогаете освещать эти события. И мне очень приятно в очередной раз быть в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург уже родной город, потому что мы сюда приезжаем достаточно часто, приезжаем на разные площадки. Мы здесь работали, вы знаете, и юбилейном, и в Санкт-Петербурге, и уже имеем опыт показа новогодних наших спектаклей. И вот сейчас, спустя очень много лет, кстати говоря, мы выступаем в этом цирке, мы здесь работали до реконструкции, после реконструкции. Особенно приятно здесь находиться по понятным причинам. Ну, конечно же, говоря о спектакле, совсем стоит сказать о том, что это одна из наших крайних программ, которая была сделана. Сделана она была в Большом московском цирке, как сказал Виктор Евгеньевич, прошла с собой этот успех. Это программа, которая задумана как наше видение цирка ближайшего будущего. Поэтому она называется циркуз 2.0. Это я сразу восхищаю вашим вопросом, я надеюсь, что сегодня они будут. И когда меня спрашивают, почему именно так, вы знаете, наверное, о том, что покупает разработанная программа, она имеет цифровой придаток 2.0, 3.0, 4.0, что означает версию. Версию программы. То есть чем далее обновляется программа, тем, соответственно, ставится дальнейшая цифра. И мне показалось это интересным ходом, потому что цирк так же не стоит на месте, как и компьютерные технологии. И мы в Большом московском цирке особенно активно внедряли цифровые технологии в наши спектакли. Я надеюсь, что в будущем при руководстве Дмитрия Евгеньевича, который, как вы знаете, недавно развалил цирковую кампанию, взял на себя очень тяжелое время на самом деле. И, в общем, сейчас в сложной достаточно, как мне кажется, политической атмосфере перехода цирка, в том числе, вот сейчас выполняют обязательства, которые взял руководство предыдущего, предыдущего руководства цирка на наш приезд. То есть мы беспокоились, что, в принципе, на границе вот этого перехода мы не сможем сюда приехать. Но, тем не менее, Дмитрий Евгеньевич сказал, что все договоренности соблюдены, и вот мы здесь. И, в общем сказать, цирк не стоит на месте, как я говорил. Мы стараемся делать что-то новое, постоянно, и попытались сделать программу, которая будет олицетворять все то, что хорошее есть в цирке. То, к чему привыкли зрители, наверное. Это слово, наверное, большинству из вас уже известно. Потому что я вижу знакомые лица здесь в зале, журналисты, которые ходят на наши представления, которые ходят на наши пресс-конференции. Соответственно, слово «дивертисмент» вам знакомо. Для тех, кто не знает, я напомню, это, лучше сказать, такая форма подачи, когда цирковое представление состоит из набора номеров, много связанных между собой клонскими репризами и, кроме этого, есть парад и пилог. Есть ведущие программы. В советское время это, так называемый, инспектор манежа. В дореволюционное время это же проект «Палмейстер». Для тех, кто знает известные вещи, кто не знает, да и возможность узнать. И все эти формы, они соблюдены в этом спектакле, намеренно соблюдены, но при этом модифицированы. Вот сейчас в зал заходят звезды большого московского цирка. Ребята, извинились за то, что они опаздывают. Ребята, присоединяйтесь к нам. Анвар Сатаров, Николай Коновалов. Это наши клоуны коверные. Я не зря подчеркиваю слово «коверные», потому что в последнее время в цирке приставка эта, она уже, наверное, неупотребима, потому что клоуны стали выступать как полноценные артисты, абстрагируются от той формы, которая была вот в том самом и дореволюционном цирке, который, наверное, в какой-то степени стал классическим, который стал привычным кубикам. Клоун выполняет роль, наверное, заполнение той паузы, когда убираются ковры, когда устанавливается визит, и в это время импровизирует и, в общем, тянет время столько, сколько нужно, для того, чтобы зрителю не было скучно. И те самые клоуны, о которых я сказал, в последнее время перестали выполнять эту функцию. То есть захотели, чтобы на них зритель смотрел не во время уборки реквизита, а на полноценных артистов, что, собственно говоря, вызывает у режиссёров много трудностей, потому что нужно каким-то образом заполнять паузу, и получается мало того, что представление бесконечно длинное, то есть все работают на мудрику и никто не работает на представление. Так вот, я решил использовать этот канон старый и сделал совместно с большим творческим коллективом нашим. Я, когда говорил от себя лично, не имею в виду только меня, потому что я не выполняю единственную роль в создании спектакля. Есть замечательный режиссёр-остановщик Евгений Шевцов в Большом московском цирке, который, к сожалению, сегодня не присутствует. Есть Ольга Полтаранова вместе. Я также намеренно употребляю свою фамилию сейчас в своём разговоре для того, чтобы вы этих людей отвечали. Это очень талантливые люди, таких людей надо знать. И мы в том числе в Большом московском цирке активно развиваем, наверное, или восстанавливаем скорее, да, популяризацию личности, потому что, к сожалению, за последние годы фактически не создано цирковых звёзд. Вы наверняка слышите часто фамилию Забашни и всё. Больше на этом не появляется молодых звёзд, забываем старых звёзд, почему ходят из жизни такие береги люди, как Олег Попов. И поэтому нужно знать своих героев в лицо. Поэтому мы сегодня пригласили к нам сюда этих замечательных артистов. В частности, здесь ещё должен был сидеть Сергей Друшин, заслуженный артист России. Но он сейчас отсутствует по причине того, что он остался в Монте-Карле. После триумфа своей акробатической группы, подкидные доски, которые ранее назывались «Буховина», сейчас их номер называется «Цеменные псы», они завоевали золотой приз на самой престижной международной форме в Монако, в Монте-Карле. И это очень большая победа, которая, к сожалению, даже косвенно освещается следственной информацией. Так вот, Сергей Друшин сейчас остался там, потому что его дочь выступает на продолжение этого фестиваля, в котором работают молодые звёзды уже. То есть это будущий, перспективный артист и его дочка Настя Трушина, которая стала участицей, простите, и также заняла какие-то там приземы, награды на передачу «Сильная птица», которая, я не знаю, вам разумно. Можно или нет писать на своих коллегах на телеканале «Россия-1» тоже есть очень интересный проект. Я скажу про вопрос, потому что это действительно полезно для молодёжи, выявление творческих молодых талантов. И она там выступала. И кроме этого Настя Трушина уже побеждала на детском международном конкурсе Монте-Карле в составе также детей из «Нашей друга», из коллектива Большого Московского цирка «Цирка Братьев Запашина». Ну, то есть, видите, я могу, конечно, бесконечно долго об этом обо всём говорить, и я хочу, прежде чем остановиться и перейти к вашим вопросам, я хочу отметить всех ребят, в частности вас, Сатаров, Николай Коновалов, почему я их называю «Звёздами», потому что они это действительно доступны, ребята, кроме своего творчества в цирке, как артисты старого советского цирка благословонощники. Они стали не просто полноправными членами команды КВН, которая, наверняка, я надеюсь, очень успешно выступила сначала в московской лиге, а потом в высшей лиге КВН. И мало того, что они дошли до финала, сейчас они продолжили, и, в общем, в следующем сезоне, я надеюсь, уже зайдут не четвёртое место в финале, а уже станут победы. Потому что это очень перспективная команда, в ней также много артистов, все это профессиональные артисты цирка, в основном шлоуны, и, в общем, это те люди, которые действительно достойны того, чтобы фамилии были узнаваемыми, то есть чтобы о них знали. Борис Никишкин, который стал танком команды, это тоже, в общем, звезда всего цирка. И здесь, знаете, на фоне этого, мне кажется, есть такой момент, который очень важен вообще для всех, для нас, и с точки зрения какого-то такого циркового патриотизма, и с точки зрения патриотизма в целом, говорящий о том, что наш цирк скорее, можно так сказать, встает с колен, встал уже с колен, после такого большого развала во время Советского Союза, развала Советского Союза. И, в общем, восстанавливает свои позиции, делающие позиции, достойные позиции, и выступает в международных конкурсах, как я сказал, и работая в разных сферах. Я уверен, что у парней большая перспектива работа на телевидении, вы знаете, что большинство КВХ талантливых продолжают свою работу на телевидении, в телевизионных сериалах. Я уверен, что их лица будут мелькать еще и неоднократно на различных других проектах. Далее Сергей Нестеров – это также человек, который имеет огромное количество различных заслуг. Почему-то нету сейчас его супер Елены. Она тоже полноценная звезда и нашего проекта, российского цирка. И вот здесь получается такой вот симбиоз. Сференец работал в большей компании «Робус цирк» и в Большой Московской цирке работает. То есть все цирковые тесно сплетены, несмотря на все политические ситуации, которые происходят. И мне кажется, что сейчас мы наконец-то стали работать все вместе, без каких бы то ни было разногласий. Идем к одной цели. Самая главная, важная цель – это создание качественных проектов и возможность проката этих проектов во всех цирках. Не только столичных, но и региональных цирках. И я буду надеяться на то, что Дмитрий Евгеньевич справится со сложной ситуацией восстановления компании «Робус цирк», в которой слишком много проблем. Будут появляться реконструированные цирки, будет появляться возможность показывать такие программы в связи с тем, что будут технически оснащены эти цирки. Я могу, конечно, сказать, что даже после реконструкции нам техника здесь немножко живет. То есть мы привыкли уже в Большом Московской цирке показывать наши проекты, шоу, спектакры при наличии огромного количества экранов. То есть у нас огромное количество площадей с правых экранов. Света в 3-4, наверное, раза больше. Но, тем не менее, даже здесь уже можно достойно показывать эти спектакли. Яков Эг – это также, наверное, полноценная звезда. Серебряный флор Малдекарль также замоёванный этим человеком. Вместе с его уникальней, я считаю, группой. На нынешний момент вообще, в принципе, почти вымер жанр «Ротокеи на лошадях». Это как раз-таки классический жанр. И в спектакле «Центрус Дворонина» его показывали именно с этой точки зрения, показывали как настоящий классический номер, то есть который отталкивается в первую очередь только от трюков. И они выполняют сложнейшие трюки. Это тройной курс на лошадь, это двойной курс на лошадь, то есть это различные пирамиды, «Центрус Дворонина» с лошадь на лошадь, войны, впрыжки и так далее, и так далее. И кроме этого, трупа Якова работает как новостановщик в различных жанрах, то есть его артисты в коже абсолютно любые набирали в те же подкипные доски и в партижную акробатику. Его ребята работают полноценно на лошадях, работали в Монте-Карло в составе большой ладо. Ну то есть здесь можно на самом деле очень долго говорить, и каждому из них нужно рассказывать. И это баронены, члены Петриковы, наверняка вам хорошо знакомы. Это примы нашего цирка, это девочки, которые столько много заслуг имеют, что, наверное, стоит об этом целую пресс-конференцию проводить. Также в Монте-Карло они завоевывали призовое место. Также они, собственно говоря, к Астралии по всему миру с нашими коллективами показывают разный проект, это эмоции. Мы с девушками, если я не ошибаюсь, работаем уже 16 лет назад. 16 лет назад, а я просто уже в датах, то есть 20 лет совместно мы работаем в коллективе. Это не к тому, что их много лет, а к тому, что они здорово сохранились. И девчонки действительно удивительные, они умеют все абсолютно. То есть в данном проекте они работают в жадоре воздушной гимнастики, который стал на протяжении уже больше 10 лет их основным. Но при этом они, опять же, так сказать, когда мы укрепляли группу Эллада в Монте-Карло, они были джигитками и, собственно говоря, выполняли еще один номер в Монте-Карло. Большой воздушный номер, кроме этого Елена Бароненко снимает попругаев, Елена Бароненко, что снимает собак. В цирксе Волгог, в частности, она работает с собаками и так далее, и так далее. Но вы, наверное, из моего вот этого длинного простителя поналога понимаете об этом, что об этом можно очень долго говорить. И если у вас есть вопрос непосредственно к цирку СУ-2.0, который я могу с большим удовольствием долго хвалить, потому что действительно достойный проект и могу рассказать о его судьбе, потому что он немножко модифицировался с момента своего создания. И должен сказать о том, что в большом московском цирке он начинал в составе, участвовали мы с Эдгардом, со своими номерами, но здесь, к сожалению, мы не можем этого сделать. А может быть, к счастью, вы увидите аттракцион Сергея Нестерова, наконец-то. Эдгард просто находится сейчас буквально в пределе серьезной операции на позвоночник. Он, в общем-то, терпел очень долго, и к Монте-Карло он вытерпел. Вот, отработав Монте-Карло, едет на плановую операцию к этому. Его сегодня с нами здесь, в том селе. Очень хотел приехать, но не было. Ну, все, я буду заканчивать свой день на наук, и тут ждем.